Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Сегодня мы приготовим с вами овощную лазанью, то есть совсем без мяса. И она будет настолько вкусная, что вы, наверное, больше даже и не захотите готовить лазанью с мясом. Она получается очень сочная, с насыщенным овощным вкусом и со вкусом тимьяна. Какие овощи возьмете вы, выбирать, конечно, вам. Ну а начнем мы приготовление лазанью из теста. Добавим в миску муки. Также для приготовления теста нам понадобится 2 яичка, чайная ложка соли, 1 столовая ложка оливкового масла. Добавим также 4 столовые ложки холодной воды. А теперь, наверное, будет очень необычно, но мы добавим 1 чайную ложку сладкой паприки и немного черного перца. Это добавит не только аромат нашему тесту, но и оно получится немного розоватого цвета. Ну и далее мы замешиваем тесто. Я буду, как всегда, замешивать на комбайне. Вы можете это сделать вручную. Вымешивайте приблизительно 10 минут. Наше тесто готово. Оно получилось очень-очень мягкое. Пусть это вас не пугает. Убираем в пленочку на 30 минут и займемся начинкой. Для начала нарежем баклажан ломтиками, а потом мы нарежем его соломкой, а далее уже кубиком. Баклажан мы с вами не солим и не вымачиваем в соленой воде. Далее мы приступим к нарезке сельдерея. Наружную часть сельдерея мы освободим от кожицы. Далее также нарежем соломочкой, а потом уже кубиком. А также мелким кубиком мы нарежем головку лука и два зубчика чеснока. Последнее время в очень многих блюдах используют сухой чеснок, но именно для приготовления лазанией возьмите свежий чеснок. Далее мы нарежем грибочки ломтиками. Для тех, кто не любит грибы, можно конечно их исключить. Итак, разогреваем сковороду, наливаем оливковое масло. Сначала мы поджарим чесночок, но ни в коем случае не до коричневого цвета. Чесночок должен выдать аромат и далее мы уже засыпаем лучок. Также его обжариваем приблизительно 2 минуты и добавляем баклажаны. Баклажаны я обжаривала приблизительно 4-5 минут. Далее сюда я добавляю сельдерей. Помешивая баклажаны сельдереем, тушим далее 2 минуты и добавляем уже сюда свежие помидоры. Я взяла 2 свежих помидора. Перемешиваем. Через 1 минуту добавляем томатную пасту на 3 столовые ложки. Ну и конечно же не забываем про специи. Добавим приблизительно столовую ложку тимьяна, чайную ложку соли и чайную ложку сахара. Сахар я добавляю, чтобы убрать кислинку от томатной пасты. Далее я добавила 150 миллилитров воды. Все это закипело и какую-то часть овощей я убрала, потому что для сына я делаю без грибов, а для себя вот я сейчас сделаю с грибочками. Грибочки я потушила еще приблизительно 2-3 минуты и моя начинка для лазаньи была готова. Готовые овощи отставляем в сторону и займемся приготовлением еще одного соуса из сливочного творожка, сливок и базилика. Все это хорошенько перемешиваем до однородной массы. И когда масло у нас уже будет однородное, сюда мы будем добавлять сливочное масло, нарезанное стружкой. Сливочное масло берите из холодильника, чтобы ломтики масла не прилипали к друг другу. Пока мы готовили начинку, тесто наше уже хорошо отлежалось, оно получилось очень упругое, эластичное. Мне этот рецепт теста очень понравился и я решила в следующий раз из него сделать лапшичку. Моя форма для выпечки лазаньи, прямоугольная форма, она у меня очень маленькая, и я поэтому делаю большой пласт сначала, а потом я подготовлю 4 небольших пласта, потому что именно понадобятся 4 слойки. Ежели у вас круглая форма, то вы делаете 4 круглые формы из теста. Вот таким образом я подготовила тесто для лазаньи, и теперь мы займемся самой лазаньи. Берем форму для выпечки, смазываем ее оливковым или сливочным маслом. На дно укладываем пласт теста, далее мы выкладываем овощи. Поверх овощей мы опять же укладываем пласт теста, Этот пласт мы смазываем творожно-сливочным соусом. Следите, чтобы все тесто было полностью покрыто соусом. Укладываем опять тесто и остаток овощей укладываем сверху. Теперь мы укладываем последний слой теста, его смазываем мы опять же творожно-сливочным соусом. Все это посыпаем хорошенько сыром и выпекаем в духовке. 35-40 минут при температуре 200 градусов. Вот и все, лазанья готова. Она у меня немножко перебежала через края, но это совсем не страшно. Получилась она очень вкусная. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!